В 2006 году встретила мужчину. Пришел на день рождения и понеслось. На тот момент он уже полгода был довцом. Человек очень теплый, домашний. Поженились и он переехал ко мне. Вот уже шесть лет вместе живем гражданским браком. Я раньше никогда не жила семейной жизнью. Сына родила вне брака, растила одна. А Вячеслав 29 лет жил в браке и по-другому не жил. Я ему благодарна, что он научил меня терпимости и теплоте. Но мой гражданский брак, муж стал мне сыночком. Зарабатывает очень мало и периодически работает, но как-то не везет. Я кормлю, пою, решаю все финансовые вопросы, поддерживаю отношения с его дочками и мужьями, внуками и так далее. Если не думать о деньгах, у нас других проблем вроде бы нет. Но я понимаю, что я во всем себе отказываю, лишь бы семье хватило. Кроме того, он вообще ничего не умеет делать своими руками. Вечный менеджер. Я такой же. Все чаще стала думать, что заслуживают другой судьбы. Вон оно что. И надо принимать свои решения. Трудно. Хочу свадьбу большую, красивую. Слава это знает и потому не женится. Типа заработаю вот-вот. Есть ли перспективы у нашего союза? Конечно, есть перспективы у вашего союза. Есть только одна проблема. Она заключается в том, что вы не понимаете, что это ваша судьба. Вы же даже по напинацанию вот этого вопроса, видно, что вы женщина, которая не совсем отработала мужскую карму в своем характере. Вы даже относитесь к нему во время вопроса унизительно. То есть, ну, когда женщина так себя ведет, мужчине приходится становиться сыночком. Понимаете, женщина создает отношения в семье. Женщина создает отношения. И мужчина подстраивается под женщину. Всегда. Так всегда бывает. Хочет мужчина или не хочет, ему придется под женщину подстраиваться. Почему? Потому что женщина в шесть раз психически сильнее, сильнее в личных отношениях. В шесть раз сильнее мужчины. То есть, мужчине всегда приходится подстраиваться. Поэтому веды объясняют, что женщина должна правильно настроиться по отношению к мужу. И тогда он станет правильным. Правильно настроиться не всегда просто. Потому что, смотрите, вот здесь в данной записке видно, что женщина сильно привязана к деньгам. Она хочет денег. И именно это и заставляет женщину работать больше, чем мужу. Чем муж работает. У мужчины какая психика? У него психика стрессовая или военная. Мужчина или лежит на печке, или когда начинается война, он идет сражаться. Смотрите, крайности. А у женщины психика, она постоянно активна в плане защиты семьи от каких-то трудностей. И если женщина жадная, что ей остается делать? Войны не началась, еще война не началась. Поэтому она сама идет и больше работает, чем это может делать муж. Это идет только от одной причины – жадности жены. Почему? Потому что, если, допустим, она не жадная, она может сесть с ним рядом и сидеть дома, не париться. Ну, допустим, работать столько, сколько хватает на то, чтобы детей накормить и с голоду не помереть. Видите, она хочет свадьбу сыграть. Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. Да, хочется жизни красивой. И работать самой приходится. Но, понимаете, мужчина, если женщина больше работает, он будет больше работать или нет? Он будет меньше работать. Потому что у него психика по-другому сложна. Он не парится, понимаете, мужчина. То есть, если женщина много работает, он думает, ну, буду искать себе работу. То есть, как мужчина настроен, что по максимуму. То есть, надо найти хорошую работу и работать уже там, на очень хорошей работе. А искать, может, 20 лет. До самой пенсии. Что должна делать женщина? Она должна сесть рядом с ним на заваренку. Она должна быть сильная, как личность. Означает способная. У женщины, которая достигает успеха в личной жизни, есть только два качества основных, которыми она побеждает судьбу. Знаете, какие качества? Я сейчас скажу, вам станет плохо. Но зато вы будете знать. Первое качество. Она принимает характер своего мужа и считает, что она другого недостойна. Второе качество. Она принимает условия жизни, которые ей муж создал. Два качества. Она принимает характер и условия жизни, которые он создает. Принимает условия жизни не означает, идет сама работать, а означает, принимает. Сидит вместе с ним на заваренке. Кто первым пойдет работать в этом случае? Муж. Почему? Потому что женщина сильнее психически. Она его пересидит. Смотрите, женщина, как ее жизнь устроена женщина. Смотрите. Она имеет социальную защиту. Мужчина имеет социальную защиту. Он будет звонить другу и говорить, слушай, мне кушаться, кушать хочется, накорми мне, пожалуйста. Будет, нет? Нет. Ему чувство, собственно, достоинства не позволяет. А женщина, она, во-первых, она не жрет, как мужчина. Она подклевывает. Ну, то есть, там перекусила, там перекусила. Жрать же надо. То есть, много. Это не подклюнешь, еще негде подклевывать. А она подружке к одной сходила, перекусила с детьми, с другой сходила, там пообщалась, здесь пообщалась. И все, день прошел, выжила. А ему надо жрать. И жрать надо каждый день. А она же не подклевывает, она с собой не приносит. Так женщина может победить судьбу. Если я крайности говорю, когда есть нечего в доме, крайности. Мужчина, что с мужчиной произойдет? Он жрать хочется. И что произойдет в его сердце? «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». То есть, он встает и идет на работу. На какую? Какую Бог дал. И работает там. Матерится, но работает. И это означает, что она его победила. Потом, что дальше происходит? У него работа становится все лучше и лучше, потому что он же развивается, мужчина развивается в работе. А дома он деградирует. Но понимаете, есть другой вариант, когда женщина, она доминирует психически над мужчиной. Это означает, что она не признает в нем старшинство. Она не советуется с ним, принимает все решения сама, считает, что она лучше знает, как поступать в жизни. Она ему даже рта не дает открыть. Рта не дает открыть. И при этом думает, почему он со мной ведет себя, как ребенок. Так веди себя сама нормально с мужчиной. Веды говорят, чем женщина поливает мужчину, таким он и становится, потому что она благословляющая сила. Женщина – это благословляющая сила, мужчина – это действующая сила. Если женщина поливает мужчину тем, что она не хочет его слушать, каким он становится? Муля, не нервируй меня, да? Как в фильме в том. Такой. И она такая. Вот. Чем поливаем, такое становится все. Так вы меня вопрос задали. Есть ли у нас перспективы в нашей совместной жизни? Уж я уже типа намылилась, как бы сматывать удочки. Ну так есть перспективы, конечно. Хороший человек попался, терпит такого монстра рядом с собой. Перспективы, конечно, есть. Надо просто начать становиться женщиной потихоньку. И он станет мужчиной рядом. Вот и все. Таков путь. Других вариантов нет. Есть какие-то схожие вопросы у вас по этой теме? Что-то непонятно из того, что я сказал? И, значит, женщине все надо. Это то же самое. То есть мужу ничего не надо. Значит, женщина чем его поливает? Гиперответственностью. То есть она бегает, ей все надо, все быстрее сделать. Что если, допустим, он что-то не доделал, она за него доделает. Это называется гиперответственность. Опять, не приняла условия жизни мужа. Если мужу ничего не надо, жене тоже ничего не надо. Кто кого пересидит? Ну, значит, тогда будет соответствующий результат? Хороший вопрос, да. Это значит, что вы получите себе того мужчину, который нужен вам в жизни. Смотрите, человек не решает судьбу. Допустим, женщина начала воспитывать мужа. Как надо воспитывать? С любовью. С любовью. Она перестала работать, но она при этом любит его. Это не война. Если войны нет, она любит его и перестала работать, и он уходит все равно, значит, он воюет с кем? С той женщиной, которая его любит. Это значит, что он будет отвечать за эту ситуацию. Как отвечать? У него жизнь там сломается, а ей Бог даст хорошего мужа. Теперь вопрос заключается в том, чего же у нас не так, как там? У нас не так две вещи. Первая вещь. Мы не верим Бога. Мы не верим, что Бог помогает в сложных ситуациях жизни. Второе. Мы не знаем, как правильно. Мы думаем, а правильно терпеть, и пусть живет, как хочет. Смотрите, ваши вопросы все правильные. Они указывают на практику жизни. Но вы должны одну вещь понять, что практика не всегда бывает глубокой, то есть не всегда практика бывает осознанной. Вот смотрите, допустим, вы заботитесь о муже, это хорошо. Вы ухаживаете за ним, у него есть, допустим, определенные наклонности, он не склонен работать. Само по себе это означает карма этого города, потому что в этом городе очень сильна женская энергия, слаба мужская. То есть мужчины не склонны работать хотеть. Многие, не все, но многие, не хотят работать здесь. А женщины, наоборот, очень активные и хотят работать. А? Не факт, не факт. Это не во всех странах по-разному. Допустим, в России часто мужчины деспотичны. Они и работают, и бьют жену. Здесь мужчины не деспотичны. Они не бьют жену, но и не работают. Понимаете, везде по-разному. Есть разная карма, как бы это факт, что вся страна находится под такой кармой. И надо ее принять, потому что женщины соответствующие. Надо принять, что они считают гиперактивные, гиперответственные. Мужчины, значит, гиперпассивные будут. Это так сложена карма. Теперь что делать? Ясно, что быстро это не поменяешь. Так как это копилось в многие жизни, быстро не поменяешь. Первый шаг. Я описывал его вчера на вечерней лекции. Это служение, забота о близком человеке. И терпеть. Принять судьбу и терпеть, и заботиться. Были вчера на лекции? Не было. Жалко, вам надо было побывать. Это очень ценно было бы для вас. Вот. Первый шаг такой. Я вкратце повторяю лекцию вчерашнюю. Первый шаг – забота. И принятие полностью. Когда человек принимает близкого человека, он успокаивается психически, ему легче становится. Когда он заботится, у близкого человека постепенно из сердца выходит благодарность. Хочет он этого или нет. Это происходит независимо от его желания. Потому что причина страдания человека заключается в том, что нам по судьбе дается тот человек, который нам положен. Хоть вы и можете с этим не соглашаться. Но есть только один способ победить судьбу. Это принять. Сказать, что этот человек мне положен по судьбе. Какой мне положен, такой и дан. Потому что в этом мире несправедливости нет. Он соткан из справедливости. Это описывают веды. Это не мои слова. Итак, дан тот, который положен. Вы приняли. Начинаете служить ему. Означает в какой-то степени унижение. Почему? Потому что не все, что вы будете делать, он будет отдавать взаимностью. Понимаете? Но в какой-то момент его сердце возникает благодарность. И именно эта сила благодарности, эта санкция на то, что теперь можно начинать воспитывать. Насколько он вам становится благодарным, настолько вы можете дальше действовать уже не по его желанию, а против, но с любовью. На благо семьи. Это не означает война. Это означает с любовью воспитывать близкого человека. И начать работать меньше. Еще меньше, чуть-чуть. Если он говорит, почему ты мало стала работать, надо сказать, я послушала лекции и поняла, как женщина должна жить. Ну, с любовью это опять делать. И он спросит, а как мужчина должен жить? Можете сказать, послушай лекции и узнаешь, как мужчина должен жить. Он скажет, а я не хочу эти лекции слушать. Ну, не слушай тогда. Твои дела, мои дела такие, твои такие. У вас будет очень много вопросов. Очень много вопросов. Потому что вы пришли первый раз. Причем, лучше бы вы пришли вчера вечером. Нет, у вас будет не проблема, будет много вопросов, на которые я не смогу сейчас на все ответить, потому что вступительная лекция была по этой теме вчера, а сегодня мы уже продолжаем эту тему. И так как это необычное знание ведическое, оно не классически все объясняет, как хочется слышать. Поэтому много вопросов возникает, естественно. С этим ничего не сделаешь. Но это хорошо. Спасибо.